Привет, Москва! Приветствую участников сегодняшнего конгресса. Меня зовут Алексей, я представляю семейную пару Натальи и Алексея Смирновых. До прихода в компанию я работал ведущим специалистом в автосалоне, супруга в банковской сфере. С наставниками я познакомился на работе, когда я им продавал дорогостоящий автомобиль. С тех пор мы периодически виделись. И я наблюдал такую картину, они работали и отдыхали всегда вместе. Нам, супруга, этого не хватало, так как по роду деятельности мы друг друга почти не видели. Когда запустили новую систему работы с компанией, нас это заинтересовало, и мы начали побольше о ней узнавать. И самым привлекательным моментом для нас стало то, что здесь можно построить бизнес, находясь вместе с семьей и при этом без каких-либо материальных вложений. В бизнесе мы меньше года. В этом каталоге закрываем звание директора. На этом мы не собираемся останавливаться, так как здесь огромные возможности для осуществления любой мечты. Это мы видим по нашим наставникам, которые своим примером показывают, какое будущее нас ожидает. Это люди с высокими семейными ценностями, обладающие невероятной харизмой, энергией. Они в любой момент могут поддержать, взбодрить и настроить на новые свершения. Встречайте с самыми бурными аплодисментами лидеры с большой буквы, создатели огромной бизнес-империи. Новые исполнительные директора «Рифлейм» Наталья и Эдуард Васильевы. Встречаем исполнительные директора Наталья и Эдуард Васильевы. Спасибо. Давай, Москва! Арифлейм! Номер... Добрый вечер, дорогие предприниматели! Мы очень рады приветствовать вас всех. Для нас огромная честь выступать сегодня перед вами и полностью делиться, раскрывать все наши методики, которыми мы сейчас богаты. Вы уже много раз за сегодняшний день слышали, что вы предприниматели, что мы предприниматели. И для нас слово предприниматель не просто те люди, которые получают свидетельство о предпринимательстве. Это люди, которые берут проблему, делают большое количество действий, много-много делают, находят решения и как итог получают результат. Очень интересный факт по поводу предпринимательства. Оказывается, это понятие появилось еще в 16-17 веке, и предпринимателями, оказывается, в первую очередь, называли тех людей, которые очень грамотно могли вести свое личное хозяйство, грамотные собственники. И вот оттуда, оказывается, появилось вот это вот понятие предпринимательства. Дорогие предприниматели, поднимите руку, кто, готовясь на этот конгресс, прописал очень много вопросов, чтобы получить на них ответы. Есть такие? Спасибо. Скажите, пожалуйста, а у кого-нибудь из вас, может быть, даже в данный момент, есть такое состояние или, может быть, было такое состояние? Вот очень много чего знаю, но вот не знаю, что конкретно нужно делать. Было у кого-нибудь такое? Может быть, сейчас есть. А у кого было такое состояние, что я делаю, 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 а результат не вижу? Спасибо. Итак, сегодня мы поделимся с вами, еще раз подчеркну, только практикой. И мы сконцентрируемся на трех составляющих. Вот это семь основных, как мы считаем сейчас, этапов, в которых мы обязаны с вами быть профессионалами в нынешней реальности. Завтра будут наши друзья делиться первыми тремя основными этапами, потому что самое ключевое – это поиск потенциальных партнеров, приглашение и презентация. Об этом будет завтра. Сегодня мы расскажем о том, как вовлекать, как сопровождать и как развивать предпринимательство. И давайте вот о чем договоримся. Ну, мы прекрасно понимаем, каждый слышит то, что хочет слышать. Каждый слышит в той форме, в которой хочет услышать, в том объеме, в котором хочет услышать. И давайте мы так договоримся. Вы постарайтесь сегодня не закопаться слишком в мелочах. Хорошо? Мы будем рассказывать о том, что мы сейчас считаем важным и ключевым для того, чтобы растить новые команды. Просто год назад, даже чуть больше, это была осень 2015 года, у нас было 8 команд. Сейчас их 12. То есть с перспективой открывать в последующем еще новые. Поэтому то, что мы будем рассказывать, это на самом деле только практика. И пусть все услышанное будет хорошим дополнением к вашей системе. Пусть это будет дополненная, улучшенная ваша система после конгресса. Думаю, что очень много идей у вас уже есть. Итак, смотрите. Когда мы приглашаем людей, мы приглашаем на бриллиантовый статус. Мы не говорим, конечно, слово бриллиантовое звание и так далее. Но наш ориентир приглашать на бриллиантовое звание. Смотрите, логика следующая. Мы приглашаем на большое. Если человек не слышит, мы понижаем уровень нашего предложения до выгод золотого директора. Если человек это не слышит, мы понижаем наше предложение до уровня директора. Если человек это не слышит, мы ему предлагаем пользоваться, то есть покупать для себя, быть частью команды. Если даже он это не слышит, то вы знаете, есть такое понятие демо-версия. Нет, вы все правильно работаете. Мы неправильно работаем, но мы с демо-версией иногда тоже работаем. Но мы начинаем, еще раз подчеркну откуда, с бриллиантов. Вот это важный момент. Теперь я расскажу, как идет вот этот разговор ориентир на шесть команд. Смотрите, я сейчас объясняю, буду объяснять вам даже как новым партнером. Договорились? Скажите, пожалуйста, вот представьте, вы пришли на тренировку и тренер вам говорит, «Дружище, если тебе нужно будет пробежать один круг 3 километра, вот ты пробежал его, прибегаешь, и он тебе говорит, слушай, давай еще один. Ну вот еще один, ты можешь, я знаю, верю в тебя. Ну ты, короче, скрипанул, побежал, прибегаешь, и тебе тренер говорит, слушай, надо еще один. Ну вы поняли, да, логику? Скажите, на четвертый, на пятый раз, какие ваши мысли и действия будут по отношению к этому тренеру? Либо второй вариант, давайте. Тренер говорит, слушай, задача на первый взгляд не совсем простая. Шесть кругов по три километра. Но я тебе буду подсказывать, как правильно распределять силы, на чем нужно правильно сконцентрироваться. Скажите, в каком случае вы будете более благодарны тренеру? Понимаете, поэтому мы сразу сейчас ставим ориентир на шесть команд. И описываем стиль жизни партнера, лидера, который достигает этот уровень. Что его в результате, какой приз, какая награда ожидает. Дальше, технически, как это идет. Вначале ориентир на развитие первой команды. Когда ты работаешь с первой командой, то есть все регистрации мы делаем в цепочку друг за другом. Сегодня же у нас конгресс. Давайте мы с вами договоримся, вот здесь, сегодня, 6 апреля, о том, что давайте уберем вообще даже между собой, чеки, разговоры на тему морковка, сосиски, колбаски и еще чего-то. Это крайне неверно. Это крайне неправильно. Мы развиваем с вами бизнес. Просто это модель вертикального построения команды. Поднимите руки, кто согласен с таким предложением. Спасибо. Даже между собой мы убираем эту штуку. Теперь смотрите. Вначале мы строим первую команду. Все регистрации делаем друг за другом. Какая идея? Твоя задача сделать так, чтобы в этой команде у тебя было два твоих ключевых бизнес-партнера. Твоих, это подразумевает, там все твои, но тобою приглашенные, тобою. Понятно, да, идея? Дальше, второе критерий. Прежде чем перейдешь, начнешь строить вторую команду. Ты входишь в менеджерскую команду. Я не буду говорить, какого уровня. Хорошо, то есть в каждых организациях могут быть свои критерии. И третий критерий. Ты понимаешь всю систему от, помните, вон там семь этапов, да? То есть от первого, по крайней мере, до пятого, как это сказать, пункта. Понятно, да, идея? Давайте еще раз назад. Вот, видите, да? Понятная идея? По крайней мере, от первого до пятого ты должен понимать, то есть что нужно делать с человеком. В этом случае ты начинаешь строить какую? Вторую команду. Понятная идея? До каких пор ты развиваешь вторую команду? Два ключевых бизнес-партнера твои. Понятная идея? Твой партнер говорит, а я тоже хочу вторую команду строить. В каком случае он начнет строить вторую команду? Когда у него там есть два его партнера. Понятная идея? Теперь смотрите. Обязательно скажите, если не будет у студентов сроков сдачи экзамена, когда будут сдавать экзамены? У бухгалтеров не будет сроков сдачи налоговых отчетов. Сроки. Ставим сроки. 1-3 каталога. 1-3 каталога. То есть можешь быстрее, делай быстрее. Хочешь дольше? Ну, когда говорят, да, то есть за какое время? Я говорю, ну выбирай тебе к пенсии от обратного опять. Нет, не подходит. Хорошо, там через 10 лет не подходит. Но это уже такое ерничество, шутка. Понятная идея? Итак, ориентир 6 команд. Первая команда, вторая команда, третья команда, четвертая команда. Дальше, ну вот наша практика показала, по крайней мере, одновременно 6 команд мы не даем развивать. Ну, мало кто, это больше исключение из правил, у кого получается вести сразу одновременно 6 команд. Обычно мы ставим задачу, чтобы было 3, максимум 4. Когда ты сделаешь драгоценную квалификацию, там на тебя твое звание еще будет работать. То есть, ну как, знаете, да, на зачетку, а потом зачетка на тебя. Чек-лист. Понятие, которое было введено для летчиков перед полетом. Мы знаем, что у них опасная профессия, не только для себя, но они еще, да, отвечают за людей. И вот этот чек-лист позволяет пройти все этапы подготовки перед полетом. Мы с вами не летчики, но мы тоже знаем, что если что-то упустить, то это будет не совсем правильно. И можно не запустить нашего нового партнера. И у каждой команды у нас разработан свой чек-лист. Не обязательно его фотографировать, потому что наверняка у вас тоже есть прописанные действия, что нужно сделать с новым партнером после регистрации. Просто оно у вас, может быть, называется по-другому. Ну вот чек-лист, оно понятно для нашей команды, и каждая команда, еще раз повторюсь, разрабатывает свои чек-листы. Для чего это нужно? Для того, чтобы команда на мозговом шторме накидала идеи, и то, что они придумают, они запускают лучше всего, чем спускаются свыше наставником, и нужно контролировать, делают они это или не делают. Поэтому эти чек-листы позволяют не упустить, продублицировать все, все, что нужно сделать, какие навыки, когда обучение, куда нужно запустить, в какие чаты. Это очень легко, повторяемо, и объясняет новому партнеру сразу же, даже если он включается сам уже в рекрутирование. Ему скидывают, объясняют, что с ним делали. И очень еще важно, вот на том слайде было, у нас есть понятие, рекрутирование, вовлечение и сопровождение. И мы просто столкнулись с такой задачей, когда вот задаем вопрос, ты зарекрутировал, ты пригласил нового партнера, что будешь дальше делать? Ну, по чек-листам отвечает понятно, да, как шпаргалка, я добавлю в чадо, приглашу на приглашение, скину стартовое письмо, ну и все по порядку. Я говорю, хорошо, а что ты с новым партнером будешь делать? И мы столкнулись с тем, что он говорит, сопровождать. И вот этот момент, когда вовлечение отсутствует, сопровождать. Вот как сопровождать, когда не было второй встречи, когда не было обговорено, какой его доход интересует, что нужно для этого ему сделать. Я понимаю, что есть у кого-то сайт уже обучающий, но вот это вот вовлечение, это тот момент, когда очень круто можно подать свою команду, свой обучающий сайт, свою систему обучения, компанию партнера. И вот это вовлечение, оно играет очень много на старте, когда новому партнеру приглашают на планерку, приветствуют на скайп-встречи, кто как делает вовлечение. Но вот это очень важный момент, который мы объясняем каждому ключевому партнеру, который тоже хочет уже приглашать, и что нужно делать, кроме чек-листа. По поводу чек-листа добавлю от себя. Смотрите, вот иногда мне говорят, да, но правильно, вы раньше нас начали, то есть поэтому у вас сейчас такие результаты. Я говорю, смотри, дружище, у нас сейчас с Наташей цель – это президентская команда. Нам нужно 12 новых директорских структур. Скажи, пожалуйста, вот 12 от нуля для тебя – это какое звание будет? Вот смотри, мы с тобой практически в одинаковых условиях. Мне нужно 12 новых, и тебе нужно 12, к примеру, для исполнительного звания. Вот для каждой команды, но я еще пока старая информация, я на каждую команду распечатываю вот такой чек-лист на каждого человека отдельный. У меня папочки, понятная идея, на первую команду, ну вот, которую сейчас ведем, на вторую, на третью. Уловили идею? Я знаю, что многие не распечатывают их, просто в электронном виде ведут вот этот чек-лист на каждого партнера. Очень удобная штука. Вот меня это разгружает очень сильно. Не надо в голове держать, кого куда добавил, на какой стадии идет работа с каждым человеком и так далее, и так далее. Ребята у нас некоторые еще дальше пошли. Они чек-листы сделали там в гугловских форматах. Это можно посмотреть в любой момент, зайти, посмотреть, на какой стадии идет вот это вот вовлечение, работа как раз вот, ну, непосредственно уже с партнерами. Теперь технология. Технология по как раз ведению до профессионализма. Многие, уверен, знакомы с этим. Мы просто, ну, быстро пробежимся. Это нам очень сильно помогает, ситуационное лидерство. Вот здесь важно выработать у себя три навыка. Три навыка. Первый навык – диагностики. Второй – применить правильный стиль сопровождения. Третий – умение договариваться. Быстро пробежимся. Поднимите руки, кто знаком вот с этой диаграммой, с такой. Супер. Практически 38% зала. Итак, смотрите. В чем идея? Вертикальная, да, шкала, видите? Это эмоциональный настрой, уверенность человека. Горизонтальная – это компетентность. Другого слова не подберешь. Компетентность переводится очень просто. Это знание, умение плюс результативность. Встречали людей, которые знают, умеют, но результатов нет. Можно ли назвать компетентным? Нет. Понятна, да, идея? Знание, умение плюс результативность. Вот это подразумевает компетентность. Теперь смотрите. Тут есть три состояния человека. Д1 – высокий эмоциональный настрой, компетентность низкая. Д2 – низкий настрой, низкая компетентность. Д3 – растущий настрой, растущая компетентность. Д4 – состояние профессионала. Как я узнаю, ну вот диагностирую, по-простому никаких сложностей. Два волшебных вопроса, которые мне помогают. Как дела, какие результаты? Как дела, какие результаты? Смотрите, как дела? Что он мне скажет? Про что? Про эмоциональный настрой. Какие результаты? Про что он мне расскажет? Про уровень компетентности. Быстро пробежимся. Д1 – что скажет? Как дела, какие результаты? Да сейчас всех порвем. Да что они там по году бриллиантов делают? Да я сейчас там за два месяца. Ну, условно говоря, да? Компетентность низкая, а настрой офигенный. Д2 – позвонил. Как дела, какие результаты? Ну, если повезло, что взял трубку. Ну, если не взял, сразу понятно, кто? Д2, да? Понятно уже. Нахватался негатива и так далее. Д3 – вот Д3 очень ярко. Как дела, какие результаты? Всегда задают много встречных вопросов. Д4 очень легко распознать. Хвастуны. Есть чем хвалиться. Там очень легко. А у нас вот это, а у нас вот это, а у нас вот это и вот это. Потому что им есть чем хвалиться. Результаты есть. Настрой бойцовский. Разобрались с этим? Как диагностировать? Вот тут научиться нужно одной вещи. Мы говорим правила. Я даже иногда рисую два уха, один язык. Вот в диагностике, чтобы научиться диагностировать, тут надо вырубить свой язык и вырубить два уха. Слушай, как дела, какие результаты. И не вставляй никаких своих пяти копеек. Стиль сопровождения. С Д1. Как работаем? Быстро мы инструкциями пробегусь. Д1. Первый пункт. Четкие инструкции. Второе. Мониторинг. Третье. Хвалить. Четкие инструкции. Это что? Функционал. Мониторинг. Сопровождение. Хвалить. Д2. Первое. Дать выговориться. Как дела? Да, таран, та-та-та-там. Дать выговориться. В скобочках напишите. При этом не будь мусорным ведром. Второе. Например, я люблю мой волшебный вопрос. Я правильно понял? Все, бизнес стал. Понятная идея? То есть поднять этот эмоциональный фон. То есть там по-разному может вопрос звучать. Что все? Неужели это тебя остановит? Все забыло? Все, что ты хотел? То есть поднять этот эмоциональный тон. А дальше работаем как с Д1. Четкие инструкции. Мониторинг. Хвалить. Д3. Партнерский стиль работы. Обсуждаем. Вот тут очень много обсуждаем. Больше ему вопросом. Что планируешь? Как планируешь? Д4. Стиль работы. Отойди в сторону, не мешай. Серьезно. Д4. Отойди в сторону, не мешай. Все. Третье. Договоренность. Вот эту придумку мы поняли, что это обязательно нужна договоренность. На своем опыте научились. У нас был случай, семинар. Два лидера директорского состава. Сразу поясню. Один из них для нас был Д3 в нашем понимании, а второй для нас был Д4. И вот представьте, они в кулуарах, в перерыве общаются друг с другом. И один другому говорит. Вот Наталья с Эдуардом звонили. Сейчас мы с ними запланировали там совместную сессию вебинаров провести. Кто такой? Ну, Д3 рассказывает. Поняли идею? Мы с ним каким стилем работаем? Партнерским. А Д4 мы его что-то хвалим, не мешаем. И вот этот Д3 говорит. Вот с Натальей Эдуардом договорились о совместных семинарах. Тот слушает. Да. И что, часто Эдуард и Наталья звонят? Ну да, по два-три раза на неделю у нас прям системные обзвоны. Да. А мы-то к нему не так часто звоним. Понятная идея? Ладно, у этого Д4 хватило смелости подойти к нам и претензии предъявить. Мы ему объяснили, что тот для нас Д3, а он Д4. Этот подошел потом, а то говорит, ты лошадь, ну, ты Д3, короче. Ну, понятная идея. Ну, он как-то по-другому сказал. И мы тогда поняли, обязательно надо с ключевыми партнерами договариваться и объяснять им это. Чем мне нравится вот эта модель сопровождения нам с Наташей? Она не просто на интуитивном уровне, она на техническом уровне дает объяснение, как, на каком этапе можно и нужно сопровождать своих партнеров. И вот тут от себя добавлю немножко лирики по поводу добреньких и жестких, может быть, наставников. Скажите, пожалуйста, вспомните школу. Каких были у вас учителя, которые вы знали? Ну, вот к нему можно пойти и прокатит, если без выполнения домашнего задания. Ну, вот прокатит. А было, вот у кого были учителя, ты понимаешь, вот к нему надо или к ней надо идти точно подготовленным. Были у кого-нибудь такие учителя? Были. Скажите, у кого-нибудь были, ну, я не знаю, может быть, в спорте, да, тренера, ты понимаешь, там прокатит. Были такие? А были вот тренера, и ты понимаешь, вот там лучше все сделать вот от и до и еще чуть-чуть сверху. Бывало такое? Теперь вопрос. Каких тренеров, каких учителей вы с большей благодарностью сейчас воспринимаете? И вот это, об этом мы говорим своим потенциальным ключевым бизнес-партнерам. И мы объясняем ему, да, временами мы будем далеко не добренькими наставниками, далеко не вот такими, что вот, ну, прокатит. Но имей в виду, в будущем ты будешь за это говорить огромное спасибо. Следующее сопровождение, это, конечно же, пятиминутки. Это тоже наше название. Пятиминутки у каждого бывают и не по пять минут, по десять, у кого-то пятнадцать, у кого-то двадцать минут, особенно если новый партнер еще учится прозванивать. Пятиминутки – это созвон, может быть, по скайпу, либо сейчас вот по телеграм, да, по вайберу созваниваются, кому как удобно. Это в определенное время договариваются с партнером, когда будет созвон, на котором будут не просто отчеты, а введение его в курс нашей системы, как это будет делаться регистрация, как делается заказ, что у него получилось сделать. И партнер обучается, как обучать своего нового партнера, и нет ухода в Д2, да, вот Эдуард сейчас рассказал про ситуационное лидерство, для чего? Для того, чтобы не было ухода в Д2, потому что при приглашении, при первых даже заходах там на сайт, на обучающий, на сайт Арифлейм, бывает, что не все понятно, не все получается сделать. И вот чтобы вовремя, да, предотвратить уход, этот негатив, то есть вот эти созвоны, они как раз ведут нового партнера легко в систему. Он легко понимает, что его ведут, его не бросили не так, что вот тебе сайт, вот посмотри, вот тебе видео, вот тебе ролик, вот подключайся, вот. То есть есть люди, которые не понимают, куда заходить, как заходить, то приложение не скачивается, то не заходится, то сайт не работает. И вот когда таких моментов очень много, он считает себя брошенным, и вот ему никто не помогает, и наверняка тоже, да, у вас такие были случаи, что вот я не знаю даже, кому мне позвонить, вроде зарегистрировали, а что дальше делать, я не знаю. Мы столкнулись тоже с этим, и вот эти пятиминутки, они решают эту проблему, когда человеку объясняется все, вводится, ему комфортно, и мы все стремимся, чтобы это дублицировалось. И очень важно, чтобы новый партнер, когда уже будет сам рекрутировать, у него не стоял вопрос, что делать. Что мы делали? Звонить, объяснять. Первое время это каждый день. Некоторые спрашивают, а как часто звонить? Сначала это, конечно же, каждый день, это когда ты его хвалишь за правильные действия. Да, мы любим, когда нас хвалят, когда говорят, что нужно делать. Если не получается, объясняем еще раз, что нужно делать, чтобы получилось. Если есть вопросы, отвечаем на вопросы. И здесь мы обучаемся тогда, когда обучаем других. И когда таких партнеров уже по ветке становится 2-3, это уже становятся системные конференц-звонки, когда на связи не один, два, три, четыре, пять партнеров. Если по скайпу, то это может быть и больше. И когда те партнеры, которые были раньше зарегистрированы, они уже обучают. И в первое время даже наставник, он говорит, я балдею, слушаю, как мои уже наперебой объясняют, как лучше сделать, как лучше скачать. И вот тут образовывается команда, когда каждый хочет уже научить, что он уже сделал, что у него получилось. Это пятиминутки кто-то делает и утром, и вечером. Кто-то делает утром, только вечером. Договариваются в то время, когда комфортно новому партнеру созваниваться. Потому что есть часовые пояса, когда разница во времени очень большая. Дальше. У нас есть планерки. Планерки, они у вас тоже есть. Тоже по разным моментам. Есть общая планерка, если у вас несколько веток. Не одна, а несколько команд, несколько веток. И очень хорошо, конечно же, сплачиваются ваши лидеры. Они знакомятся, делятся опытом, обмен опытом. Когда проходит и мотивация, и обучение всех команд одновременно. Это тоже экономит время. Кто-то проводит один раз в каталог, кто-то проводит один раз в неделю. Дальше у нас есть планерки уже по отдельно, по веткам. Когда новые партнеры вводятся в систему, знакомятся с командой. И команда уже тоже обучает свои принципы, свои правила, какие у них по ветке введены. Потому что у них есть свои чек-листы, свои системы. И они нового партнера также вводят в курс свои системы, вводят его в вебинары. У нас задача, как можно раньше, чтобы лидер имел свою систему, как можно раньше начал проводить вебинары и имел свою систему. Был, как мы все хотим, самостоятельными. Как они становятся самостоятельными? Если они будут всегда в команде, когда много людей, когда вебинар проводится один раз там в каталог, и он, в принципе, так не задействован. Нет, мы не боимся нагружать людей. Мы знаем, что даже если он работает или у него маленькие дети, чем больше у него прописано делать, тем больше он будет успевать. Поэтому мы загружаем по делу, расписываем его систему, когда он может все успеть сделать. Успеть можно все. Да, у нас для этого есть вебинары и ролики, и видео. У нас человек заточен на результат, и он понимает, что будет в итоге, он это получит. Вот недавно тоже был такой разговор, когда, ну вот, лидер тоже задает вопросы, и очень понравился пример, когда говорит, вот, ну, я поставил цель, у меня не получилось. Ну вот, да, сегодня Гандапас нам очень хорошо рассказал, ну ничего же мне за это не будет, я на следующий каталог опять поставлю цель, и опять не делаю, опять поставлю цель. И я уже в конце концов не выдержала, я говорю, сколько можно ставить цель и не выполнять. И я задала вопрос, я говорю, если ты не делаешь, значит, тебе не хватает мотивации. Я говорю, если ты поставил цель на день, вот тебе нужно это сделать, и представь, что ты за это получил сегодня же 100 тысяч рублей. Вот сегодня поставил вот планочку, что ты сделаешь, и ты это сделаешь, и сегодня же получишь эти деньги. Ты бы сделал это. Какой был ответ? Нет, конечно. Я говорю, значит, дело в мотивации, значит, тебя не мотивирует то, что ты поставил. Все знают, что они все могут, и все знают, что нужно делать. Да, сегодня, сегодня и вчера очень много было примеров лидеров, которые показывали свои системы, они у вас тоже есть. И я всегда говорю, лидер знает, что нужно делать, он просто это недовыполняет. И поэтому вот эти сроки, они отодвигаются, и мотивация со временем падает. Ну, сегодня был прекрасный тренинг Гондопаса, я думаю, что все поняли, где искать мотивацию, что нужно делать. Я думаю, что все, кто был на конгрессе, они в очень быстром и скором времени сделают новые звания. Следующее. Сегодня тоже Анна поделилась в начале сегодняшнего дня, то, что она собирает команду мечты по разным цветам, и нас это тоже очень вдохновляет, когда мы все разные, и мы можем дополнять друг друга. Есть люди, которые в этом зале, которые не понимают, о чем вообще речь. Поднимите, пожалуйста, чтобы я представляла, сколько вас есть, но меньшинство. Есть две версии, как можно изучить в полном объеме, потому что у нас время не позволит все это раскрыть. Но есть в электронном виде, можно почитать более научное объяснение, называется диск. Можно даже пройти тестирование и понять, кто я, если вы пока не понимаете, какой вы цвет, какой вы тип личности. И более шуточная версия, более понятно объясняет, это Том Шрайтер, книга «Секретный язык привлечения». Я думаю, что вы тоже читали, возвращайтесь к этой книге. Это книга настольная для того, чтобы приглашать разных людей, и большинство сейчас используют уже онлайн приглашения. И если раньше в офис приходил человек, мы чисто визуально можем уже определить, как он одет, как он ведет себя, как он слушает. И можем уже сразу определить, какой человек, и сделать то послание, которое его зацепит. То в онлайн мы иногда не видим, по перепискам или по разговорам непонятно, как он одет, что он себя представляет. И вот в этой книге «Секретный язык привлечения» там есть три шикарных вопроса, задавая которые вы можете даже по онлайн понять, кто перед вами, и сделать то послание, которое его зацепит, приходя в вашу команду, на ваше предложение. Поэтому в чем преимущество, для чего нам нужны разные люди, для того, чтобы дополнять друг друга. Ну вот здесь написаны характеристики, красный цвет, это лидеры, и много объяснять не нужно. И наверняка, если вы такой человек, то вас будут раздражать, если одно и то же, по многу раз, по полочкам объяснять, да я уже понял, уже все, нужно идти. Да, они не будут, конечно, вас слушать. Ну и есть синие, да, это очень креативные, веселые, которые любят много общаться, много тусить, есть такие люди, поэтому если вы такой, да, то вам тоже нужно очень много интересных мероприятий, где нужно много-много общаться. Зеленые – это все по полочкам, да, если вот вы зеленый, то вы будете много задавать вопросы. А как? А сколько раз? А почему вот так? А почему вот так? Поэтому очень много вопросов, касающихся именно вот разбора, все по порядку, все точно и конкретно. Но желтые люди, конечно же, заботятся о людях, это очень хорошие люди, да, которые хотят сделать всем добро, думают в первую очередь не о себе, а о других. И когда вот у вас все типы есть в команде, очень легко и организовывать мероприятия, и организовывать вебинары, и проводить презентации, и все вот то, что вот вам нужно проводить, в команде это делается очень легко, потому что будет каждый делать то, что ему нравится. Потому что если красного заставлять пунктуально заполнять чек-лист, его это будет бесить. Если зеленого заставлять выступать, его тоже это будет вот раздражать, и он будет прятаться и будет избегать проведения всяких мероприятий. Но если друг друга каждый будет дополнять, команда будет полная, она будет быстрее расти, им будет комфортно это делать. Поэтому если кого-то вот, ну, зацепило это, изучите еще раз эту книжку, потому что можно просто прочитать и быть умным. Я понял, какой я цвет. А можно понять, применить в приглашении, в вовлечении людей, понять, кто ваши люди, ваши лидеры, ваши партнеры, дополнить. Если все будут красные, они будут ругаться, потому что это соперничество, это конкуренция, они будут очень много выяснений отношений. Если будут все зеленые, это будет очень много думать, думать, еще раз думать, составлять, еще раз думать. Здесь их будет мало. Если будут все синие, это будут одни тусовки. Но если будут все желтые, это будут чаепития, домашние встречи. Поэтому вам нужны все. Вернитесь к этой книжке, сделайте ее настольной. Я думаю, что ваши команды, они наполнятся разными цветами, будут разноцветные команды и будет, ну вот как мы говорим, дружная, полная семья, где будут все друг друга любить. Добавлю от себя просто, смотрите, мы сейчас, когда анализируем даже с нашими, то есть с ключевыми партнерами, мы даже смотрим, вот команды, да, все понимают, первая команда, вторая, третья. Мы смотрим, давай посмотрим, кем ты себя усиливаешь в этой команде. Давай посмотрим, что у тебя здесь происходит. И анализ очень интересный происходит. Сразу понятно, другой момент. Когда проводим даже встречи, я помню, ну как-то проводил встречу живую, и женщина, она говорит, я не смогу вот так, как вы построите этот бизнес. Я говорю, да, вы правы. При классической модели 5, 25, 125, я бы слукавил, если бы сказал, что вы сможете построить шесть команд. Одну, да, две может быть, но не шесть. Вот в этой модели сможете, она говорит, как это, понимаете, и начал рисовать вертикаль, вертикаль, вертикаль. Я говорю, понимаете, в чем дело, вам нужно сделать так, а мы вас научим, как это сделать. Что нужно сделать для того, чтобы появились вот эти вот разные цвета. Как сделать? Сейчас наверняка некоторые зададут. Как сделать? Ну давайте вместе рассуждать. Как сделать, чтобы синие прибавились в команде? Тусовки делать, признание давать, мотивашки давать. Так или нет? Как сделать так, чтобы зеленые появились? Чек-листы разработать, так? Или даже клич крикнуть. Нам нужны чуваки, которые помогут создать чек-листы. Караул, помогите. Понятная идея? Они придут на помощь вместе с желтыми. Желтые не знают, чем помочь, но они придут. Они просто будут рядом. Красных не надо просить. Отойди в сторону. Все. Он все сделает сам. Вначале наломает дров, потом все равно все выдвинет. Сделает? Сделает. Где должен быть лидер? Вот если бы у меня указательный был, где он должен быть? Все равно ярко есть у нас. Одна, два. Но мы должны к центру ближе быть. Понятная идея? И научиться замечать в людях. Хвалить это. Вот мне тяжело. Я красный, ребят. Красный и зеленый. Наташа зеленый-желтый. Понятная идея? Почему мы сильная пара? Потому что вот в зеленом соединились, она усиливает меня с желтым. Понятная идея? Вот таким вот образом. Даже кто не женатый, не замужний? Вы поняли, как надо замуж теперь выходить или жениться? Усиливайте себя теми цветами, которых у вас нет. Понятная идея? Ну а если быть серьезным, сделайте так, чтобы вы усиливали себя. Понятная идея? То есть если я красный, я когда зеленых встречаю, говорю, блин, господи, слава богу, ты у меня появился. Я говорю, мне нужна будет твоя помощь. Нам нужен чувак, который будет выкладывать каждое утро сообщение о вебинарах. И он не забудет. Красный забудет. Понятная идея? Этот нифига не забудет. Синий тем более забудет. Он даже забудет, что в этот день были вебинары. Знакомо? Когда ты это знаешь, ты понимаешь, кому и что делегировать. Дайте обратную связь аплодисментами. Полезно это? Когда вы это знаете, понимаете, вы становитесь на самом деле организатором. Недаром мы говорим, что в этом бизнесе надо стать организатором личного товарооборота, организатором группового товарооборота, организатором рекрутинга и организатором всего процесса развития своей команды. Ситуационное лидерство вам в помощь. Еще одну подсказку скажу по ситуационному лидерству. Кто там рисовали картинку эту? Вот это еще схемка мне, благодаря Александру Васильеву, брату моему, помогает не дать уйти в состоянии Д2. Когда я вижу, что человек попал в Д2, я ему рисую быстро эту картинку и говорю, смотри, ты сейчас если бросишь, ты пойдешь искать новое дело или еще что-то, ты там начнешь. С какой точки? Д1. И ты там попадешь опять куда? Д2. Я не прошу его ответить мне. Я говорю, я тебе нарисую, что будет происходить. Я не знаю твою прошлую жизнь. Но вспомни, наверняка у тебя уже было, когда ты начинал с Д1, попадал в Д2, бросил. Д1, Д2, бросил. Давай рвать этот порочный круг. Давай я буду тем тренером, требовательным, который будет рядом и не даст тебе сдаться. Я это скажу, если человек мне интересен. Понятная идея? И вот эта вот схемка, она еще и в этом даже помогает. Полезно? Теперь для зеленых. Зеленые аплодисменты. Зеленые любят эту табличку. Красным по барабану. Зеленые любят. Четкое объяснение. Это нам очень помогает, Наташа. Мы четко говорим, сколько у тебя должно быть ключевых бизнес-партнеров на каждом уровне. И какой у тебя должен быть рекрутинг. Все очень просто. У тебя 3-5 бизнес-партнеров на уровне 9%. Рекрутинг 20 человек. Что такое 20 человек для троих, например, партнеров? 7 регистраций в среднем в каталог. Реальная задача, скажите? Более чем. Понимаете, в чем дело? Мы не говорим там супер каких-то. Задача. Можно я не буду каждую строчку зачитывать, хорошо? Когда есть цель, когда есть ориентир, ты работаешь на эту цель. Ты на 9%, у тебя 3-5 бизнес-партнеров. Как сделать так, чтобы бизнес-партнеров было больше? Рекомендация одна, друзья. Много рекрутируйте и смело говорите про функциональные задачи. Смело. Знаете, когда... Можно, да, своим... Когда очкуешь говорить. Когда рекрутинг слабый, и ты трясешься и думаешь, блядь, сейчас скажу и... Поэтому придумываются всякие обходные пути, как бы завуалировать озвучивание функциональных задач. Четкие функциональные задачи. В нашем бизнесе нужно делать 7-20 регистраций. В нашем бизнесе нужно делать личный товарооборот от 250 баллов. Да, Юр? От 250 баллов теперь в нашем бизнесе надо делать. Да. В нашем бизнесе нужно обучаться, самообразовываться. В нашем бизнесе... В нашем бизнесе мы озвучим функционал. Нужно обучать своих новых партнеров и создавать свою ключевую команду. Скажите, пожалуйста, если у вас на презентации красный, и он услышит это, он поблагодарит вас? Конечно, вы ему честно это сказали. Если зеленый, тем более... Понятная идея? Синий не услышит. Ну, вы синего легко определить. Пестрый, яркий, понятная идея. Взгляд неусидчивый. Значит, говорите. Тут классно. Тут тусовки. Тут девчонки, мальчишки. Понятная идея? Все. Синего сразу видно. Ну, с практикой это придет. Уловили идею? Пригодится. Ребята, помогает. Четко помогает делать анализ. Четко помогает ставить задачи. Четко помогает определять, то есть, ну, на какой стадии находится твой бизнес в данный момент. Принципы. Давайте так скажу вам. Это та вещь, которую трудно объяснить, но это фундамент, на котором невидимый фундамент, на котором строится все. Принципы. Знаете, что я дам каждому рекомендацию? Создайте принципы своей команды, только не директивно сверху вниз, а с командой. Озвучьте, вынесите их на бумагу. И поверьте, они, эти принципы, помогут каждому из нас. Потому что, когда ты не знаешь, что нужно делать, а у меня бывают такие ситуации, перечитываю, просто перечитываю эти принципы, и знаете, мозг на место встает. Понятная идея? И я знаю, что вот эти принципы позволят нам, нашим партнерам, создать очень мощный бизнес. Это правда жизни. Никуда ты от этого не денешься. По этому поводу... Давай. Легко принципы прописать с командой, когда вы ставите для себя цель, вот вопрос, какую вы хотите создать в итоге команду, через пять, через десять, через двадцать лет, вот какую вы видите команду. Шикарные упражнения, закрыли глаза, прорисовали, сколько человек, кто они, что помогает в этом. И принципы очень легко прописываются именно в команде, когда разные, красные, желтые, синие, зеленые, они помогают прописать, что для них важно, кем они хотят быть в этой команде. По поводу этого добавлю одно. Другие, мы тоже не идеальны. Один чувак сказал классную вещь. Тот, у кого нет греха, киньте в меня камнем. И камень в него прилетел. И он скрикнул. Мама, за что? Шутки шутками, но на самом деле принципы, ваши принципы, позволят вам в трудных ситуациях принимать правильные решения. Вы знаете, вот по этому поводу я просто расскажу несколько моментов, которые нам позволяют растить, например, последователя. В этом зале сидит наш сын Ян Васильев. Это его первый конгресс. Сегодня он получил первое перечисление на расчетный счет. И вы знаете, что я могу сказать? Вот все, что он сделал, он сделал полностью самостоятельно. Когда некоторые люди говорят, ну вот, Эдуард, ты очень жесткий, наверное. Я говорю, ребят, вы не знаете, насколько я жесткий по отношению к себе, а уж тем более к самому близкому моему окружению. Почти с 15 лет он живет самостоятельно, отдельно от нас. Он полностью обеспечивает себя самостоятельно, 100%. Я выкладывал как-то пост на эту тему, поэтому не буду это перечислять. Что мы считаем ключевым здесь? Не задавайте мне вопрос, как воспитывать девочек, не знаю. Но вот я считаю, что вот именно эти принципы, исследования этим принципам, в том числе поступки, исследования этим принципам, помогают нам воспитывать и сына, в том числе своего. Теперь по более конкретных вещах, более конкретных вещах. Что работа при добавлении онлайн в систему. Вы знаете, мы сейчас сторонники с Наташей, что нету чисто онлайн или офлайн. Как мы же у тебя как-то на одном интервью говорили, наверняка будет какая-то другая модель, которая придумывает красивое название, он офлайн или как-то, или еще что-то в этом роде. Ну вот, как-то придумывают. Ну вот, по себе могу сказать, если у тебя проблема с самодисциплиной, то в онлайне, ну, при добавлении онлайн, у тебя нифига ничего не получится. И ты будешь ссылаться на то, что у других наверняка есть какие-то там секреты. Вот тут очень важную роль играет именно самодисциплина. Что это означает? Делать все вовремя. Вот мне помогла одна методика, может быть, она вам поможет. Методика пламинирования дня называется гибкая-жесткая. В чем идея? 30-60% времени нужно планировать жесткими задачами. Жесткие задачи – это задачи, привязанные к конкретному времени. Например, да, там в 10.00 у меня 8.15-5-минутка, 8.35-минутка – это жесткие задачи. В 10 – планерка, в 12 – веб-презентация. Вот это жесткие, жесткое планирование. Понятно? Конкретное время. 30-60% времени жесткие должны быть при планировании. Остальное время, соответственно, это гибкие задачи. Например, обзвонить новичков, познакомиться по такой-то команде. Это какие дела? Гибкие, да? Там, например, прозвонить, познакомиться с мужчинами, с мужьями по такой-то команде. Например, уловили идею? Теперь смотрите. Когда мне звонит мой партнер и говорит, Эдуард, на 12.00 презентация отменяется, вообще никого не будет. И начинает тысячу раз извиняться передо мной. Я понимаю, что он не знает мой метод планирования дня. Мне по барабану. У меня отменилось, и я туда на это время впихиваю, что гибкую задачу, я сажусь и начинаю делать обзвон. Понятная идея? Вот таким вот образом очень легко управлять своим временем, по крайней мере для меня. Я понимаю, для мамочек в декрете, я говорю, там методика наверняка жесткие, максимум 10%. Все остальное будет в режиме гибких задач. Это в любом случае. Но для мужчин, я говорю, для мужчин, ребят, 70-80% должны быть жесткие задачи, все остальное гибкое. Поэтому, мужчины, мы обязаны с вами делать очень быстрые, стремительные результаты. Это однозначно и даже не обсуждается. Дальше. По поводу, опять же, делать все вовремя. Вовремя поздравлять, вовремя хвалить. Вот мы сейчас в практику вводим то же самое. Поздравлять, каждый раз записывать, например, видео поздравления с днем рождения наших партнеров. Каждый раз. Ну, то есть, вы делаете это тоже многие, да? То есть, делать это быстро. Делать все вовремя. Это самое ключевое. Следующее. По поводу самодисциплины. Что помогает в этом? Отделять главное от второстепенного. Сейчас я более конкретно задам вопрос. Вы можете написать сами себе одно-тире-три самых главных ежедневных дела, которые приведут вас к новому званию? Вот прямо сейчас. Одно-тире-три дела, самых ключевых, важных, которые вас, именно вас, не кого-то другого, приведут к новому званию, к новой квалификации. Одно-тире-три. Больше не надо. А вот теперь сами себе честно напишите, сколько времени в день вы выделяете именно на это дело. Или на эти три дела. Вот это ответ на вопрос, с какой скоростью у тебя будет развиваться бизнес. Я вам могу сказать, тут не тоже святой человек перед вами сейчас говорит. Я когда слушаю спикеров, я думаю, так все идеально и гладко, да ведь? Вы не думайте, что у нас так вот все гладко, идеально, но мы стремимся к этому. Следующее по поводу самодисциплины. Самый главный секрет, когда я узнал мотивация и самомотивация, у меня в голове тоже все на свои места встало. Это дисбаланс. Дисбаланс. Что такое? Да, об этом сегодня тоже говорилось. Я по-простому объясняю. Напишите цифру, вот своим даже партнерам говорю, напишите сейчас цифру вашего месячного дохода. Вашего месячного дохода. Сколько ваша семья зарабатывает в месяц? Вот теперь ее зачеркните и напишите цифру ниже. В пять раз меньше. В пять раз меньше. Вот представьте, жизнь хлопнула вас и посадила вот на эту сумму. В пять раз меньше. Ребят, скажите, сколько раз вы будете, какие вопросы вы будете задавать? А как вы рекрутируете? Кто-нибудь будет задавать такие вопросы? Мозг заработает самым стремительным образом. И вот тут я всегда говорю, Наталья очень часто в команде повторяет эту фразу. Дело не в том, что вы, наверное, что-то не знаете. Может быть, просто вы не делаете достаточно количество раз то, что знаете. Мы не будем сейчас на этом заканчивать. А теперь не вниз надо дисбаланс создавать. А теперь цифру напишите сверху в пять раз больше от нынешней суммы. В пять раз больше от нынешней суммы. И вот я вам сейчас говорю, мы делим сейчас самым сокровенным, ребята. Вот в пять раз выше, что мы себе с Наташей создаем постоянный дисбаланс в пять раз выше. Что на это влияет? Первое, как мы считаем, это окружение. Мы сейчас на пушечный выстрел не подпускаем людей с негативными установками, с поиском, почему сейчас невозможно расти. На пушечный выстрел. Окружение. Следующий момент. Мы себе установили планку жизни, к которой мы стремимся. Понятная идея? То есть планку жить так, чтобы нам не хватало денег. Уловили идею? И делаем все для того, чтобы не снижать вот этот уровень дисбаланса. Дайте обратную связь. Вообще полезно то, что сейчас говорю? Скорость сейчас очень быстро все меняется. И вот то, что мы рассказывали, это то, что нам позволило вырастить за год четыре новых группы. И я уверена, что каждый раз, когда мы садимся мозговать, а мы это делаем каждую неделю, кто-то называет там час тишины, либо час развития, мы накидываем и смотрим, в каком направлении мы движемся, не отклонились ли мы, правильно мы все это ли делаем, что там новое может быть добавить, что-то убрать, скорректировать. Поэтому если раньше система прописывалась там на годы, то сейчас нельзя сказать, что мы это написали и будем даже полгода этому следовать. Потому что меняется очень быстро. Поэтому если вы еще не увеличили скорость, то вот даже вот те методики, которые мы дали, они могут даже не сработать. Очень быстро меняются методы рекрутирования, приглашения, сопровождения, вовлечения, разные приложения, соцсети открываются, закрываются, очень все быстро. Поэтому этот поток, он непрерывно будет меняться и нужно быть в этом потоке. Скорость у нас есть в команде, ну такой девиз. Даже если ты все знаешь, даже если ты все умеешь правильно делать, но делаешь это медленно, тебе обгонят те, кто делает быстро даже те вещи, которые ты не знаешь, как это делать. Поэтому мы хотим вам пожелать скорости вашего бизнеса делать те вещи, которые, может быть, вы пока еще не знаете. Сделать, может быть, правильно, неправильно, получить опыт, еще раз делать, опять понять, правильно, неправильно, еще раз делать. Но делать это быстро, не думать правильно, неправильно. Пока вы будете думать, какие-то новые методики просто будут. Поэтому скорость в нашем бизнесе сейчас играет первостепенную роль. И обратите внимание, с какой скоростью вы идете, бежите, летите. И, дорогие друзья, по этому поводу скажем одно. Вот есть один анекдот, чтобы, не дай бог, у кого-нибудь было, как в этом анекдоте. Один новый русский нашел у ребенка игрушку. Собрал ее и перед друзьями хвалится. Представляешь, говорит, ты игрушку нашел, там написано до трех лет, а я за год собрал. В общем, другие. Мы желаем каждому из нас, включая вот этих чуваков, которые здесь стоят, чтобы каждый из нас в этом году сделал новые звания, новые квалификации, и чтобы каждый из нас рос со скоростью, с вызовом, с преодолением, с дискомфортом, может быть, иногда, но в любом случае рос. И это будет стопроцентно. Потому что завтра будет три очень важные вещи из этой формулы успеха. Это как искать потенциальных партнеров, как их приглашать и как проводить презентации. Поэтому будьте готовы завтра, завтра будут великолепные спикеры. Спасибо вам большое, спасибо за теплый прием. Успехов всем нам, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!